Алексей Ильич, как христианину относиться к тому огромному массиву критической информации о нашем правительстве и органах власти? Ну, во-первых, надо же знать, если мы, так сказать, люди уже не дети, и если мы хоть немножечко когда-нибудь знакомились с историей, то должны помнить хотя бы замечательные слова Цицерона. Цицерона. Который говорил, история – это наша лучшая учительница. Вы не найдёте ни одного государства, ни одного правительства, ни одного строя, когда бы люди только не возмущались и не говорили, да каких же это пор только это творится! Не найдёте! Вы слышите? Нигде! Ну, где? Скажите, в Европе где народ не возмущается? Мы скажем, смотрите, вон во Франции, как живут, процветающая страна, лучше всех уровень жизни, смотри, что творится! Смотри, что творится! Да где угодно не найдёте! Это первое! Мы всегда недовольны! Человек – бездонная бочка! И сколько вы туда не леете, не наливаете, будет мало! Всегда будет мало! Это первое! Как важно с этой точки зрения всё-таки знакомиться хоть немножечко с историей! Потому что многие всё-таки образованные же люди! И стоит, наверное, посмотреть! Найдите эпоху! Найдите народ! Найдите государство! Помните, Римля, только император выплывает из своего дворца, и начинаются вопли «Панамет церцензас! Хлеба и зрелищ!» Господи! Что хочешь, то и делай! Всё мало! Это первое! С христианской точки зрения, то мы уже сейчас, по-моему, даже говорили – я один хороший! Все прочие? Или так ничего, а в общем-то дрянь! А уж правительство там! И церковное, и светское! Тут и говорить нечего! Господи! Посмотрите, со мной-то! Слушайте, когда я начинаю других ругать и критиковать, вы подумайте о моём состоянии. Я бы такого не сделал! Меня поставьте президентом или премьером! И вы тогда узнаете, как я переверну всю страну, в пух и прах разорю её. Я бы такого не сделал! Ай ты, голубчик, да чего ж ты умный! И вот эти все наши рассуждения, они исходят из какой-то глупости. Это, во-первых, глупость. Глупость почему? Мы не знаем очень многих вещей. Кстати, каких вещей? Подспудных! Слышите? То, что мы видим в газетах, то, что передают по радио, по телевидению, это, знаете, что? Это вот сверху на скатерти лежит. А что там под столом? Даже в голову не приходит подумать, сколько там подспудных течений явлений! Сколько там, может быть, даже здесь тайной организации! Вы только подумайте! Вот один пример! Смотрите, что у нас по телевидению, в интернете, что творится! Слушайте, кто может подчас гадости такие преподносить, вещать на всю страну? Убийство, кровь, насилие, измена, обман! И это непрерывно! Прости, кто может такое делать? Никто об этом не думает! Все только возмущаются! Ах, это безобразие! Ах, это никуда не годится! Нет, ну, вы подумайте! А кто же, тем не менее, это делает-то? Ведь это же не с какой-то планеты сваливается! Какие-то люди! Да не какие-то люди! А которые обладают, оказывается, такой властью, что, оказывается, никто им не препятствие гадости, показывают и кушайте! И кушайте! Вот так! Нравится вам или не нравится, но будем именно гадости! Мы вздыхаем, ой, Господи, советские мультики-то какие хорошие! Что же это такое? Исчезли хорошие! А вместо этого на их смену что пришло? Мы ничего не думаем даже! Подумали бы, откуда это? Что это за власть такая, с которой никто не может и никто не посмеет! Ни один президент ни одной европейской страны ни один не посмеет цикнуть на этот разврат, который непрерывно, потоком, грязевым потоком льётся в души всех людей! Вы подумайте только! Ни один президент не посмеет! Правда, интересно? И вы понимаете, что не посмеет? Наверное, понимаем! Что же это значит? Думайте! Думать надо! Вот так, когда начинают это осуждать, мы ничего не знаем, что происходит под столом! Не знаем этой силы, которой, может быть, руководят и которому и сами президенты подчинены! Он сегодня есть, завтра его сняли, поставили другого! Кто? Ох, как интересно! Даже не знаем, кто! Не знаем, кто! Раз – и Ельцин появился! И всё! Всё перевёрнуто! Перестройка! Был атеизм! Вдруг Ельцин стоит со свечкой! Со свечой! Не знаю, в какой руке держит! Не знаю, как креститься! И тут же все чиновники тоже со свечками стоят! Слышите, что случилось? Все атеисты! И вдруг со свечами стоят! Вы слышите? Власть-то какая! Ой-ой-ой! А мы ничего и не знаем! Не знаем! И начинаем! Ах, кто-то! Ах, всё-то! А и не понимаем, что происходит! Поэтому, мне кажется, мы этой критикой, этим возмущением только мучаем себя. И больше ничего. Я понимаю, об этих вещах могут рассуждать люди, которые находятся у рычагов власти. О! Потому что они должны рассуждать, должны решать эти вопросы. И в их руках эти рычаги. Им надо решать, когда же мы начинаем, то, простите меня, мы только болтаем. И всё. И мучаем себя. Поэтому, понимая это, давайте это, выбросим это из своей головы. Мы всё равно ничего сделать не можем. Мы не те, кто может руководить или изменить существующий порядок вещей. Где можешь изменить – делай! где можешь, где не можешь, голубчик, тогда помалкивай. Вот, я думаю, таким образом, это будет наиболее правильная позиция по отношению к подобного рода вещам. ровно, это будет аминь. Продолжение следует...